здравствуй мой дорогой друг сегодня мы будем выяснять какой коньячок под шашлычок вкусные очень ведь у меня есть такая парадигма что дома должна быть всегда бутылка хорошего коньяка я говорил об этом в этом выпуске в этом выпуске и мне логично зрители говорят что блин миша а какого хрена ты не рассказываешь про наши коньяки которые тоже вкусные классные все такое замечательное я скажу да действительно это наверное косячок долгое время не мог понять о чем я буду рассказывать и тут совершенно случайно с оказией у меня дружище оказался в дагестане а конкретно он оказался на дербенском коньячном комбинате вот том легендарным которому уже там больше ста лет где производят коньяки и вины и так далее так далее я такой блин здорово привезите мне оттуда коньяк причем привезите что-то прям из топа и мне привезли оттуда коньяк который очень старый дохрена лет выдержки я такой блин здорово но было бы совсем интереснее если бы было и у меня два разных коньяка из топовой линейки и оба дербенский блин класс вот теперь мне есть о чем рассказать но есть один маленький нюанс просто так рассказывать и коньяки не интересно и здесь я так блин у меня же есть ребята из винного дела с которым можем притискать а давай-ка мы сравним его с французами потому что коньяки традиционно все-таки сравнивают с французскими никами и что мы будем сравнивать по выдержке или по стоимости но на мой взгляд надо бы по-хорошему взять бы вот тоже французский там дохрена там десятков лет выдержки но по цене он будет совсем недружелюбный поэтому мы решили сравнить в одной ценовой категории книги и соответственно тадам мы в винном деле и к нам сейчас присоединится михаил и притащит нам француза добрый вечер подожди-ка подожди-ка тут написано мягков или мяуков или майков или меков это тоже русский коньяк что ли ну почти русский правда он производится во франции из французских дистиллятов и уже довольно давно но история у него русская а и получается у нас две русские истории 1 эмигрировала а другие производятся здесь сейчас вот это мы будем с тобой сейчас сравнивать класс у нас есть одна маленькая дилемма бутылку одну принес да а я принес две ну что но прикол 1 я должен сейчас мы сравним 3 я должен зависеть еще одну вещь что изначально когда мне сказали что и дербен там не привезут коньяк я такой блин здорово одну бутылку обязательно подарю потому что если на чем-то написано дербенский коньяк или дагестанский коньяк или если еще написано вот как правильное название дербенский коньячный комбинат у него сразу как бы там начинают пульс учат потому что напоминаю меня отец родом из дербента и ему вот все что содержит название дербент или дагестан нравится гораздо больше а у нас тут два коньяка на одном написано москва да но понимаешь какая штука дагестан он менее выдержанный а москва более выдержанной и мне получается такая дилемма по хорошему должен подарить более дорогой а я уже давно обратил только внимание что если папе подарить там бутылку коньяк она которым будет написано дербент например и бутылка хэнесси но скажут вот дербентский вкусный а хэнесси говно я правда в следующий раз он подарил точно так же дербентский но у него влил хэнесси но правда ему об этом не сказал он снова готовишь умеет делать то что вот хэнесси который мне дарил поэтому я принял решение что коньяк который будет пусть даже помоложе на нем надпись дагестан я подарю ему поэтому мы сегодня будем работать в паритете москва против мяукова мяуков 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 а ты мой дорогой друг что считаешь как было бы правильнее подарить подарок отцу вот с этой вот именно преамбулы которые я тебе рассказал напиши пожалуйста комментариях будет интересно почитать и то что мы почитали на официальном сайте что это коньяк который произведен аж в семьдесят четвертом году сейчас мы для частоты эксперимента а смотри он коньяк с 96 года хранится в дубов в бочках вот так погоди а где где же должно быть написано когда он родит не туда сюда тоже нужно погоди вот урожай 7 что выращены в республике урожай 7 что года но хранится в бочках 96 а как это это значит он был какой-то нейтральной емкости хранится в стекле например или в нержавеющей стали погоди получается часа секундочку давай час цифра 7 6 год урожай 6 а розоваться лет ну а когда-то розыгры ну разлили до через 20 лет потому что тогда считается что он двадцатилетний соответственно должно быть 2016 коньяк с 9 раненца дубов в бочках ну я чтобы ему быть двадцатилетним соответственно он разлив бутылки должен был быть 2016 до 2000 разлив 16 потому что если бы он был развит условно говоря сена здесь же должно было бы 21 лет должна же быть надпись когда он был раз в общем тайна покрытая раком но опять же крепкие напитки коньяк в том числе не развиваются да не то есть не только в бутылках или в нейтральных емкости то есть считается что только в дубовых бочках коньяк приобретает вот эту свою многолетнюю историю а во все остальное время не приобретает то есть если его если тут написано 20-летний спирт и значит были разлиты в шестнадцатом году и после этого он и есть 20-летний и навсегда останется и иными словами в семьдесят шестом году урожай 76 года вот здесь урожай 76 года его вот выращивали урожай винограда перегнали получили дистиллят его выдерживали необязательно дубов бочь каких нейтральных емкостях короче была заготовка спирта до заготовка спирта года вот и в любом случае потом его там в девяносто шестом году с 90 что года хранили в дубовых бочках и логично что после уже шестнадцатого года его разлили бутылки там возможно 17-18 какой год что я пока не могу найти надпись это очень странно просто тогда но есть кстати не написано что он 20-летний где правильно это написано только на сайте тоже да то есть тут могут быть наверное варианты разные урожая здесь написано что дистиллят конечно выдержанную дубову бочка не имеем 20 лет всего тогда мы поняли вот полученные из винограда сорта аркацители есть за все других сортов винограда и смеси смеси да семян семян вот она купаж 908 98 года дата розлива 23 оккупаж 98 то есть купаж это когда смешивают спирты значит смешивать спирты перед перед тем как залить больше не понятно ну то есть сначала не хранили значит в бочке спирты отдельно с 96 потом в девяносто восьмом они смешали и потом из девяносто восьмого таким образом лежали до до 23 года до 23 года надо получается на данный момент этот коньяк был 25 лет ему да но по закону на этикетке обязаны указывать самый молодой спирт который находится бутылки а тут написано двадцатилетние как так получилось мы не знаем но по идее вот надо верить этикетке потому что так ладно фигу с ним единственное немножко смущает почему урожай 76 потом тут увидим и там был очень богатого а вот это вопрос к производителям производители свяжитесь с нами расскажите пожалуйста если вам интересно это как-то позиционировать открыто давай так немножко прям двух словах по бутылочку значит прикольно надписи это это даже не покраска вот как называется правильно все они все читают с пальцами пробочка по ходу дела деревенненькая деревянника такая видно даже старенькая интересный вид такой благородный плюс не забываем есть подарочная упаковка что в принципе кайф объем 05 цена вопроса 5250 рублей купленных фирменном магазине в дербенте прям вот это фирменный магазин при комбинате мне очень нравится вот это название российский коньяк очень старый нерва рука по с меня надо ведь правда очень старый мне правда очень хочется верить что вот это кайф хочешь хочу верить очень сильно что ты выставляешь нам в ответ у нас коньяк французский с вот такой русской фамилии милков милков майков все по-разному называют честно говоря в интернете тоже разные мнения по этому поводу это коньяк с русскими корнями как михаил сказал он эмигрировал эмигрировал во времена александра второго когда александр послал джонах может быть но кроме этого он еще послал братьев вот с такой фамилией во францию чтобы те научились делать дистиллят и вот такие коньячные и значит обеспечивали российскую империю напитками вот они съездили поучились и в 1862 году основали вот такой коньячный дом офис продаж и начали делать вот такой коньяк и поставлять его и вернула белая да и вино белок и двору александр второго потом они еще взяли к себе на предприятия мэра города коньяк в в учредители тоже и делать дела пошли еще лучше и через какое-то время они начали хорошо продаваться не только в россии значит поставляться к двору ну и во франции и в других странах тоже хорошо начали продаваться ну а прямо сейчас это конечно французский дом вот все сделано по закону у нас здесь височка very special что означает и это означает что коньяк выдержан точнее спирты не менее трех лет в этой бутылке не 20 всего-навсего и урожай у нас не 76 года а 2017 но тут же нужно объяснить почему мы его зависит потому что цена у него очень похожая чуть больше чем 5000 рублей но там 5 205 500 где-то в этом диапазоне она облуждает но сразу хочу сказать что вот просто пойти куда-нибудь масс-маркет и купить этот коньяк невозможно это очень сделать тяжело но есть один крутой лайфхак не это буквально пару недель назад узнал вот у ребятами нам деле можно на сайтах которые связаны с алкогольной дистрибуции как называется заказать себе алкоголь но так как доставку на дом и сделать не могут тебе могут доставить в бутик например винное дело может приехать непосредственно коньяк и ты его приобретаешь жизни и по большому счету если что-то в твоем городе не продается это не проблема можно всегда заказать какой-то небольшой суд локальную такую историю куда доводят не знаю крупные сетки вряд ли надо ставят да они просто не будут этим заниматься да а вот как раз такие эксклюзивные бутики это прям маска можно заказывать что-то там необычно можно с ребятами посоветоваться подскажут что-то еще интересно интернет и варианты короче говоря втягиваться напоминаю что это все-таки канал не совсем пробухло а про том как правильно и вкусно жить для тех кто с нами первый раз хочу напомнить что михаил кроме того что профессионал инковист он еще и совладелец винного дела вот этого замечательного места и посовместительствовал любитель алкоголя даже немножко профессионал получается ладно любитель это я хорошо чем у нас только два бокала мы же будем сравнивать ну мы начнем с одного наверно какого-то хорошо ребята будут пробовать или внук нах да наверное будут пробовать конечно всем надо принести да а елена сергеевна где лена сергеевна предстоясь к нам нам нужно получать много бокалов добрый вечер пробки пробки есть суша а вот мне все интересно какой это объем примерно вот у тебя сейчас наверно чуть чуть больше 50 грамм вот эта вся штука это 125 как-то больше мы примерно вот сейчас налили 7 бокалов этот 350 а здесь бутылку 05 мы половину не очень просто 1 смотри как это пример половину бутылки если примерно по 50 как раз плюс меня 40 наверно может быть давай мы сделаем такой маленький ликбез как дегустирует коньяки кровь и точно так же как все остальные напитки сначала посмотрят на цвет вот так вот оценивают его он такой темно чикаго будто очень сильно заваренный чай я бы сказал немножко коричневый кирпичный да 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 все оттенки название янтарный и так далее все очень насыщенцы вот потом ароматы но я думаю кстати что вот этому коньяку хоть крепкие напитки что называется не декантирует но все-таки когда у нас 20 лет напитка жал бутылочки все-таки я думаю что ему нужно чуть-чуть время до пишет да не сильно не спешить напоминаю выпуск про декантацию вот он вот да мы прям 3d контр от тестировали один подрезали у ребят замечательно и стандартный первый нос ну там люди в комментариях писали чтобы я не давил да а ты смотришь выпуск бывает да может начнешь отвечать на них уже у меня ничего не спрашивает здесь на мой взгляд очень сильный древесный запах как ни странно не опять же возникает вот это ощущение очень странное может быть покажется моряки когда лодки вытаскивают мест на берег я не сушится там они нет нет есть лодки которые умерли уже которые остались они долго лежали на солнце про вот такие они уже почерневшие такие немножко они там не занимают если там море не внесло я не знаю почему но мне здесь есть легкий аромат йода вот я чувствую здесь аромат йода и дерево мне ощущение такое еще вот прям на море лодки вынесены на берег возможно это как это такое у меня флешбек именно связанные тем что я там все детство проводил в дагестане как раз на берегу моря там много шарахался постоянно собирал там всякого то что из моря выносит много всякого интересного там и доски и ракушки тюлени мертвые там какие-нибудь и вот этот вот запах вот этот древесина он тут но пока я за ним к сожалению пока больше ничего не вижу стопы секундочку надеюсь очень пошли сейчас интересные сухофруктики причем что-то типа инжира прям вот может даже финики вряд ли но это скорее вот такой инжир сушеный или он прям такой яркий чернослив мне кажется мне кажется изюм вполне себе инжир ну соленый нотки есть в древесных ноток очень много такой глубокий мужской да прям но насчет мужского елена сергей на что скажет ваш нос мышь не попробовали диссонанс насчет там мужской женский я пока общественно не двигал по гендерному признаку может мне ничего интересным по понюхать не понюхать попробовать давай здоровье тони но и как обычно с нами нет она же поняту до нее не на не действие фонов на ривок у меня а почему я так мало просто у тебя свет так как-то падает что их не видишь мне кажется что все таки мы тебе продолжает быть достаточно мужским в том смысле что он на вкус согласен не такой не медовый не ванильный я думаю что с высокой вероятностью этот коньяк выдержался в кавказском дубе губы бывают разные и они дают свою специфику каждому напитку вот кавказский дуб он такой тоже достаточно брутальный и он прям придает такой хорошей жесткости но это не значит что это коньяк прям какой-то неприятный и грубый или может быть это вот это есть пресловута как бы вот этот у нас южная нота да вполне ну и плюс арта винограда еще еще удивлен ну хотя нет почему удивлен я никогда не пробовал дорогие выдержанные российские книги слушай насколько я насколько я знаю вообще вот эта история с выдержанными российскими ну правильно говорить бренди вообще мы будем говорить коньяк лад коньяк коньяк описано верим все да есть определенные заводы в россии которые делают коньяки какие-то лимитированные серии выдержанные значит спирта спирты они часто заказывают просто выдержанный спирт во франции и где-то даже пишут об этом на этикетке что до спирты французские выдержаны там во франции то есть по сути это такой как новый автомобиль москвич он как бы российский но не совсем тут скорее всего конечно история не такая то есть это прям вот думаю что это прям выдержанный дистиллятор российские вот и но просто фишка в том что мог пить что-то например выдержанную она была французская суши смотри я вспомнил что он наверное из самых выдержанных коньяков которые я когда-то пил российских коньяк раз сейчас конечно меня тут прилетит но как-то традиционно советском союзе это был вообще одна страна и когда-то давным-давно у нас были выдержаны дома вот коньяки вот это рад они что бывает там 10 лет не было вот и по вот по вкусу не больше напоминает это вот блин такой прикольный послевкусие прям виноградные косточки такой кожицы каковина но виноградный вкус очень веке прям а кстати во вкусе здесь не на чем первым делом почиталась вот мое личное мнение шоколад есть шоколадные тона до копчености какие-то небольшие вот какое-то такое ну очень много всего мне кажется тут реально хороший напиток чтобы вот сигара его закурить давай так мы с тобой договорились что мы оставляем пока вы в сторону и проверим вот это вот вашего меха ты его выставил почему кроме цены но потому что вот у него какая тоже есть русская история до что вот они как-то так связано этот русский коньяк и вроде как этот русский эмигрируешь с корнями с корнями ты говоришь тут есть такая брутальная мужская как бы нота которая свойственно там южно-русским напитком бренде коньякам в этом должна быть точно такая же какая-то история свойственная французским да и вот именно мы сейчас даже в первую очередь вот по этому принципу сравниваем да это супер классика тут вообще все супер классической тем более что во франции в коньяке очень строгие законы в двух словах что в регионе коньяк есть определенные правила как выращивать виноград какие сорта использовать какие техники дистилляции применять когда меня спирты выдерживаются вешают специальные замки там со штампиком соответствующих регулирующих органов чтобы их нельзя было вскрыть и в общем контролирует процесс очень хорошо и соответственно напитки получаются похожими из-за того что правило изготовление напитка регулируется одними правилами у нас по цвету по цвету посветлее значительно но и как бы и выдержка не да а кстати вопрос там есть сахарный колер тут скорее всего есть да я смотрю что здесь тоже есть серьезно да сахарный сироп это странно да тут тоже есть сахарный колер не просто вот странно что в этом есть потому что все-таки выдержка такая штука идея должен сам а есть разница вот вес там читал там обожженные бочки не обожженные бочки не обожженных будет ли все отбывают бывают и что вот и заимосвязь там обожженная бочка дает больше цвета не обожженная не обожженные бочки они дают много такой ванильной сладости такой прямолинейный довольно обожженные бочки меньше отдают вот этой дубовости но при этом они такие более сложные более интересные и так далее вот то есть это вот игра с этими обжигами она сильно влияет на вкус напитка окей это классика франции понятно фруктовые ягоды не просто зеленые яблоки прям привет я бы сказал все-таки немножко они такие уже все-таки подошли подошли ну немножко полежали может быть какой-то знаешь осенний листочек там такой начинается романтик сам факт ярко выраженный фруктовый аромат почему я мне всем поражать почему яблоки да это вот как раз вот этот французский профиль там как раз здесь и проявляется конечно слушай на самом деле вот книги по выдержание они тоже у них и шоколадка там есть и значит дуба побольше и вот это все просто это молодой же коньяк соответственно вот такой чуть-чуть по бодрее немножко там сухофрукты а тут вот свежий яблоки но если бы не его выдали не сказать что это не потому что это леводос сначала но это попробуй честно но я пока про аромат говорю яблочек много яблочек много это правда слушай давай я тебе предложил бы чокнуться и попробовать но ты же помнишь мой зарубь не черпались то что роль будущего поэтому но его нахер можно просто попробовать но все-таки вот осенние какие-то ноты мне тоже кажется знаешь как это вот уже последний лист осенний держится за сук едва-едва хорошо что завтра воскресенье можно на зубе не цвадровать завтра рабочий алё все так плохо чё такой кусочек то не согласен с тобой что ты возвращаешь он спиртуознее вы идите нахуй я не сказал ему ему заплатили там из этого где рублянта вопрос заключается в том что по восприятию вот я делаю глоток у меня вот такой вот это вот такой спиртуозность для меня ну смотри вот эти кстати стал вообще такой дубовенький очень мягкий вот и кстати яблочки тоже появились вот эти пустые ты углотка уже норм помягче прям доходят я бы сказал что может быть этот чуть-чуть пожестче но нет такой разницы как ты прям такой скривился на 3 нормально все отлично вот тут как раз есть какие-то такие медовые немножечко до цветочные цветочные более легкие более легкие такой зима того девчачьи назовем да я не знаю как мы бы себя ощущали выпив так сказать по бутылочке вот такого и по бутылочке вот такого я думаю одинаково хуёво ну это так сказать тема для нашей новых встреч что касается вкуса я не знаю почему он не так укусил самом начале пьется гораздо легче но вкус менее выраженный он более деликатный более легкий если бы не первая реакция на остроту он даже бы чуть пьется полегче и вот хочется сюда честно говоря кисленького яблочка прям очень хочется а сюда как ты говоришь сигару но я не курю сигары не знаю я вот шоколаду бы сюда хотел бы я тоже не особенно вот просто что-то у меня последние месяца получилось что я 2 выкурил хотя я не курю вообще сигарет и далек тоже от этой культуры но вот как-то получилось и я пил с ромом было прикольно и вот такое ощущение что это тоже будет прикольно слушай а давай вот зависим такую тему ром и сигары у меня есть условно назовем так крафтовый ром условно крафтовый то есть он полу крафтовый я хрен знает там он какой-то очень странный пол ром пол да нам подогнали за волокерах 5 бутылок наш подписчик но сколько я вот не встречал где многих горят вот у ром надо обязательно сигарами не не обязательно но это просто такая классика что сигара на кубе делаю сигары там не курил там даже толком то не знаю и вот как-то можно прям совместить ром и сигары хорошо давай мы вернем все-таки коньячку интересное мое наблюдение у него почти нет послевкусие вот по сравнению с этим я говорю он очень быстро уходит остается легкая 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 фруктинка кисленькая даже сказал такая цитрусы знаешь такие может быть цукаты может быть такие засахаренные это есть только тогда что-то вокруг цитрусов там цедры всячески нет никаких вот этих тубовых жестких тонов много разных тонов цитрусовых цветочки ну есть цветочки мед какой-то вот в аромате есть мед точно совершенно такой кислинка присутствует какая травяна травянистая немножечко такие зелененькие травянистые тона что как бы это странно и не звучало мы конечно сравниваем по цене как бы но как хочется подобрать какое-то такое сравнение этом мы сравним теплое мягкое вот здесь сильно сложнее что в аромате что во вкусе что послевкусие при этом он очень сильно меняется здесь все более однородно неоднородно как бы нету глубины нет нету изменения глубина то есть на самом деле у нее тут аромат приятный вкус послевкусие свое своеобразный она не меняет он как стабилизирована при этом я понимаю что я не смогу ставить вот сейчас вот здесь сейчас я понимаю что не мог поставить два напитка в один ряд потому что они для разных для разного времяпровождения для разного настроения и для разного даже на их дошкал времени года да но сейчас начнутся дожди когда и вот мерзко и холодно я хочу вот этого а когда будет выглядывать там солнышко настроение будет повеселее и хочется там какого-то такого более легкого драйва я захочу вот это две абсолютно разные несравнимых хуенный эксперимент ребята лайк подписка все дела мы феерически ну ладно я феерический долбает с таким подходом это я мишу подбил так сравнивать все берешь так сравнивать нельзя кстати мне кажется довольно интересно в том смысле что все-таки эти напитки сравниваются и они сравниваются довольно хорошо вот другое дело что возможно да цена прямо сейчас на францию немножечко несправедливо как бы есть завершено да для этого для этого есть причины вот но даже при такой цене мне кажется что за одним столом найдутся люди которые выберут один напиток а другой не выберут и наоборот не то чтобы прям один напиток настолько сильно отличается от другого что вот он прям без вопросов вообще бывают реально дегустации мы проводим часто когда вот открываешь и понимаешь что вот это прям рвется в рвет все вообще тут такого не происходит оба коньяка достойны оба коньяка интересны оба коньяка хотелось бы иногда иметь возможность выпить абсолютно точно что вот эти истории про 76 год дистиллят про выдержку про вот эти вот значит затуманенные вот эти истории как это было сделано почему им такие года и все такое и цвет хоть он и подкрашены и вообще ну конечно вот сам вот этот флер вокруг этого напитка он конечно классный прикольный потому что тут что мы имеем это веска от французского дома да кто не пил французской вески мне кажется 7 но там несколько столетней истории да тут история но он все-таки другая да это не то же самое вот с одной стороны с другой стороны да например кому-то вот эта вся история она по сути и значение никакого не будет иметь да там для твоего папы например это важная история а например для каких-то людей эта история может быть не такая важная может быть и совсем наоборот даже будет не очень притягательны тут хорошая классика все очень мягенько все очень приятно выпить можно много так сказать думаю что по ощущениям тяжелости там с утра наверно мне кажется что вот это будет получше и для тех кто например хочет там какой-то более сложности там ну можно купить более выдержанный и супе там или xo да будет цена друга но в целом в общем за те же деньги можно получить разные настроения для разных людей и никто не останется обижен окей то на блин который сделал я она в принципе даже совпадает я говорю что если мне нужно с партнером по работе обсудить какие-то важные дела но в неформальной обстановке я возьму москву возьму москву аккуратится дендер вообще возьму бутылочку москву москвы бутылочку москвы там не знаю пару сигар наверное или там что-нибудь шоколады там или засесть где-нибудь и обсудить дела или посидеть вечером дома в тишине осенью тоже мне захотелось бы вот лучше вот этого вещей как более такую универсальную понятную историю не такую сложно сочиненную а вот больше такую общепонятную как бы странно изучала коньяк вот мягков прям согласен абсолютно но это больше для такого как бы широкой party такое еще наблюдение если стоит если дарить в качестве подарка это и другое круто потому что у них у обоих как как бы золотые вот эти вот она там бутылки такие но для человек который там вырос или родился там в ссср я на 99 процентов верен у будет ближе и приятнее вот это хотя те которые ближе были там 90-м возможно уже достаточно одного названия что это франция это уже прям москвы это круто но я вдруг понял для себя две вещи во первых мне нужно иметь дома несколько бутылок книга и одна из них это будет вот точно без там потому что франция только сейчас потому что мне нужно несколько бутылок дом они проскончаются меня я имею ввиду что там клевадосу арманьяку коньяку мне должен быть обязательно выдержанный дербенский коньяк ну что он хорош и я честно говоря с большим стрёмом сегодня открывал бутылку и был охрененно приятно поражен и честно говоря мне вот это доставляет огромный кайф это не стыдно подарить а это по кайфу пьется франция не открыла как бы там но что-то такого открытия не произошло но это в этом до открытия только в этом прикол франции вот это выдержанных всех вещей они выдержаны отработанных вещей что ты знаешь что получишь сожалению нашим привыкли не хватает как раз именно вот этой стабильности вот когда они придут стабильность пускай это будет южная история а вот чисто кавказская такая я хотел бы ее там читать о многих бутылках от разных производителей к чему двигаться и я тут собираюсь все-таки поискать а еще наверно посмотрим еще наши книжки посравниваем за 7 что я могу сказать было очень интересно предлагаю забрать каждую бутылку и а затем хочется выразить большое благодарность михаилу нашим ребятам которые участвуют в этом продакшене тебе мой дорогой зритель да то что с нами дегустируешь исследуешь мир алкоголя разных напитков употребления эмоций впечатлений засим извольте откладиться господа до новых встреч девчонки попробовать вам что-нибудь жестко брутального а не только одна мягенькая тост конечно интересный это был до свидания вообще пока пока это лично всегда найдет что сказать вот какой-то сексиста хоть сказать до свидания